МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». В Брянских селах возрождаются храмы, разрушенные в богоборческие времена и в годы Великой Отечественной войны. Они обретают вторую жизнь. Только в Суземском районе, в селах Новая Погощ, Олешковичи и Кокоревка сейчас возводятся три новых храма. О том, как идет строительство и что за люди возрождают святыни, мы расскажем в нашей передаче. В Суземском районе в каждом большом селе был храм. На сегодня мне сложно сказать, сколько их было, потому что летопись наша не сохранила эти данные. Но на сегодняшний день у нас действует в 12 населенных пунктов 12 храмов. Они есть в приспособленных помещениях, где-то есть в построившихся храмах, где-то строятся храмы. Поэтому для того, чтобы людям нашим посетить места, где проходят богослужения, есть куда прийти, есть где исповедоваться, причаститься и просто побыть в том месте, где люди приходят к Богу и стараются все свои проблемы, те, которые накопились, решить каким-то образом. И многие благодарны за это нашему настоятелю храма, благоверного князя Александра Невского, отцу Алексею. Он же у нас и благочинный нашего Суземского округа, потому что много дает сил и энергии на возрождение православия на нашей Суземской земле. Новая Погощ основана в XVIII веке. В нескольких километрах от села проходят границы Сумской области Украины. В 1920-х годах в Новой Погоще проживало 1800 человек, сейчас 300. Мы ближе расположены, находимся на границе, мы являемся конечным селом, то есть следующее село уже – это Украина. Население, да, на данный момент прописано больше 300 человек. Ну, так работаем, как вот, и, допустим, как, наверное, оно возрождалось, и сейчас, в лесными промыслами, сбор ягод, заготовка метлы, если кто это вот понимает, ну, вот этим люди. В основном в мераторге работают. Скола функционирует у нас, вот так же все учреждения работают, магазины есть, вот клуб. В 19-м веке жители Новой Погощи построили деревянный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Церковь была большая – 28 на 8,5 метров с трехъярусной колокольней. Мы являлись приходом церкви села Ямное. Вот, и чтобы помолиться, людям приходилось добираться пешком, это 9 километров, то есть, а в селе Ямное была церковь, вот туда наши люди ходили молиться. Вот, и собрались, и вот в 1860-м году началось возведение храма, который вот на въезде в село. Вере Иосифовне Долженковой сейчас 90 лет. Еще маленькая девочка, и она посещала храм. Ходила, баба меня поведет, я же не понимала, поведет, и она меня каждого выходного водила. Вот это я хорошо храм знаю, и он у вас здоровый. В 1930-е Александра Невский храм закрыли и разграбили. В Великую Отечественную войну, Новую Погощи захватили немецко-фашистские оккупанты. В 1942-м при отступлении они сожгли село Дотла. Красавец храм был уничтожен еще раньше. Когда шло наступление, вот там село Горожанка через лес, то есть оттуда вот снаряды попали в церковь, она загорелась и сгорела. Остался один фундамент. Фундамент был кирпичный. А фундамент местные жители разобрали на свои нужды, потому что после войны всем надо было строиться. В советское время верующие ходили в храм в соседние украинские села, Старую Гуту и Середину Буду. На Украину. Тут же не было ни в Суземке, а мы туда. Просили какую-нибудь технику, нас туда отвязывали на Пасху. Каждой Пасхе, а тогда по лесу, Христос этой. А батюшка выйдет на улице и стоит, слухается. А по лесу раздается ночью голос. И мы все время и в Буду бегали. Ночь отстоим, а у девять разъединяем, и у десять дома. Двадцать километров. Даже не манишло. На месте сожженного храма жители Новой Погощи хотели поставить часовню. Но потом все-таки решили, что селу нужен храм. Под церковь приспособили пустующее здание бывшей сельской администрации. Она была свободна. И стали потом потихоньку, как бы стали, собирали деньги. Эти садь насельчане проходили, мы собирали, просили. Помощи не давали. За счет этого мы переоборудовали это здание под храм. Приходило, как бы народу тогда приходило прилично. И все это вот убирали, что-то делали, что-то это самое. Все это как бы сделано было руками наших односельчан. Где ребята, где мужчины, где женщины. 2 января 2016 года в храме была совершена первая литургия. Но, конечно, многим хотелось, чтобы село украсил типовой храм. В августе 2019 был освящен закладной камень в основании храма Алексея, Человека Божия. Так в схеме звали святого благоверного князя Александра Невского, в честь которого раньше в селе назывался храм. Новая церковь, как и прежняя, будет деревянной. Уже создан проект храма и заложен фундамент. В июле этого года началось строительство. Пожертвовали нам здесь дерево, так сказать. И вот сейчас возводим уже сруб. То есть уже будет само здание, уже будет храм иметься. Рабочая бригада небольшая. Над установкой деревянного сруба трудится несколько человек. Прораб Михаил приехал сюда из Погарского района. С деревом он работает уже многие годы. Я с 95-го года начал рубить. Не с детства, но всю жизнь я в селе прожил. Конечно, по руках держать приходилось не раз. То есть, ну и так вот уже это научился давно рубить. Участвовал я в восстановлении храма в 2009 году. Был опыт. Ну и там строили каменный храм. А здесь строим деревянный рубленный храм из дерева. Вот это практически второй храм на моем опыте. А так рубил я дома и все, стальной бани, беседки, все что угодно рубил. Опыт в этом есть, как говорится. И теперь применяем его на руки храма. Церковь только начинает расти ввысь и обретать свои красивые архитектурные очертания. Лес отобран отборный. Из двух тысяч кубов отобрали сто кубов именно на храм. То есть выбирали бревна, выбирали прямые, равномерные. То есть качественный лес хороший. Сейчас мы закладываем второй ряд по первому дубовому освященному ряду. Его снимаем, переставляемся на площадку, продолжаем рубить. И потом, соответственно, частями будем ставить, уже собирать на фундамент, как положено. Сейчас просто снимаем копию, как говорится, первого ряда. Храм из соснового дерева строится. Первый венец дубовый, потом сосна будет. Церковь Алексия, Человека Божия, по проекту будет в форме креста. Ее высота составит 15 метров. Стеной высотой 7 метров будет, 7,5 метров. Так, нормальный храм хороший, оптимальный, проект хороший, красивый будет, так, рубленный. Смотрится, дерево всегда смотрится, хорошо будет. Если Бог даст, конечно, все нам сделать, управить нашими руками грешными. Все надеемся на Бог, как Бог даст. Для помощника Михаила Алексея это первый опыт строительства храма. Храм во имя Алексея, Человека Божия, моего небесного покровителя. Ну, еще и этот момент сподвиг на строительство этого храма. То есть, выполнить такой шаг, пойти строить, помогать строить этот храм. Помочь в строительстве храма могут и добровольцы. Ну, конечно, если будут какие-то волонтеры, захотят принять участие, мы всегда рады принять. Конечно, на шлифовку там без проблем, там не надо особых навыков. Покажем, что расскажем и болгарку в руки вперед. Храм строится непросто. Благотворителей нет, приход небольшой. И скромных средств местных жителей явно недостаточно для такого большого дела. Мы хотели бы, чтобы у нас построился храм, но так как у нас село, как бы, вот, работать негде, люди, как бы, вот, перебиваются сезонными работами, и лес очень кормит. И поэтому самим храм построить нам очень тяжело. Конечно бы, помощь. В храме нужда имеется всегда, потому что и для будущих поколений. Я, например, верю в то, что, в конце концов, наше село возродится. Не будет всегда так, как вот сейчас умирающее. А со временем, я думаю, приедут люди, приедут на землю соскучиться, потому что наша Россия всегда была аграрной державой. Все мы это знаем прекрасно при царе. А город, суета, суматоха, ну, в конце концов, людям, как бы, наверное, поднадоест, и они приедут сюда. Так что, я думаю, перспектива есть. В 12 километрах к юго-востоку от Сузимки расположено село Олешковичи. Первое упоминание о нем относится к концу 16-го столетия. Сегодня село продолжает жить. Наше село является центром Олешковичского сельского поселения. Здесь у нас проживает около 500 жителей, и достаточно наш населенный пункт как молодой и жизнеспособный. И поэтому всегда у нас в центре населенного пункта находился храм. Это было издревле 17-го века. Храм во имя святителей Кирилла и Афанасия Александрийских в Олешковичах был построен в 1635 году. Имелся предел святых мучеников Флора и Лавра. Рядом с церковью возвышалась 11-метровая колокольня. Потом он был разрушен в годы Великой Отечественной войны. И вот он возрождался на месте этого храма, стоял клуб. Парк находился в этом парке, находился клуб. Потом клуб был разрушен, и парк. Остался только один парк. И теперь вот именно церковь возрождается на том месте, на котором она стояла. Местный житель Евгений Алексеевич Светильников, как староста прихода, помогает в строительстве храма настоятеля, священнику Алексею Серебрякову. Евгений хорошо помнит те времена, когда в здании церкви был дом культуры. И отсюда он уходил в армию. В 1986 году сдали новый дом культуры, который находится напротив нас. И после армии уже пришел новый дом культуры. А здесь это место, старый дом культуры, разобрали для строительства домов. Построили три, наверное, четыре дома. А это место осталось пустовать. И как бы вот так, парк не парк, пустует место, крапива зарастает. И Виктор Михайлович Волков, здесь вот он поблизости живет, говорит, Женя, давай мы это место как бы приберемся здесь. Потому что здесь была церковь, не надо, чтобы так в центре в нашем села находился бурьян и свалка как бы. И вот мы собрали инициативную группу. Вот. И решили прибраться. Восемь камазов вывезли. Только хлама, мусора всего. Так у местных жителей родилась идея возродить храм. Не было ни денег на строительство, ни проекта, но было желание и Божие благословение. Начали собирать подписи. Люди все одобрили. Вот. Это было славление. Собрали подписи. Десятку организовали. Затем приход зарегистрировали. Как бы вот с этого момента и началось. Под храм приспособили пустующее здание, где и затеплилась богослужебная жизнь. Раньше старое помещение, это у нас была библиотека, сельская библиотека. Потом мы перевели библиотеку в дом культуры, здание дома культуры. А это помещение старенькое, но мы отдали под храм. О том, что в Олежковичах будет строиться храм, узнали уроженцы села и решили помочь. Могла пошла по округе. И приехали гости. Брат здесь с сестрой, бывшие наши жители села Олежковича. Они как бы предложили свою помощь. Это Слипухова Вячеслава Ильича и Серафима Ильинична. Мать у них глубоко верующая была женщина. И они и сами тоже люди верующие. Поэтому вот так вот они бескорыстно решили помочь нам в строительстве храма. В возведении храма участвуют и местные жители. Некоторые приглашают на субботники. Приходят люди, допустим, по благоустройству, как сделать что-то. Потом, вот сейчас, в данный момент, жители села Олежковича, они именно непосредственно сейчас участвуют в строительстве храма. По мере возможности, да, если обращаются к нам, то, конечно, мы стараемся помочь что-то сделать. И вот в настоящий момент водопровод сейчас подвели. Мы сделали проектно-сметную документацию, куда мы включили и подключение водопровода к храму. Помощь оказывают все жители. Мы еще нигде нам не отказали в помощи. Вот ходим с кружкой. Все с пониманием относятся. Последнюю копейку дают. Но бедновато наше население на данный момент. Как бы вот даже кажется, что и числом, и как-то вот в селе было 20 ветряных мельниц. Все-таки люди, наверное, были не бедные. Потому что вот из архивных данных мы читаем, что люди собрали даже на новый каменный храм. Церковь у нас была деревянная. Они собрали на новый каменный храм. С первых дней строительства рабочую бригаду возглавляет местный житель Владимир Евгеньевич Космодемьянский. Первый колышек забили 22 марта 2016 года. Вот. И с этого колышка начались все работы. Кирпич за кирпичом. Трудами строителей храм растет ввысь. Алтарная часть уже возведена под кровлю. Устремляется вверх звонница. Ее высота составит 28 метров. Сам храм вместе с барабаном возвысится до 21 метра. Нам надо доделать звонницу полностью, световой барабан. И тогда только можно перекрывать. Проект нового храма создан по образу своего предшественника. Но в уменьшенном варианте. Сельская церковь будет отличаться изящностью архитектурных форм. Такая искусная работа требует высокого профессионализма строителей. Сложные работы. Ну, интересные, скажу. В чем сложность работы именно над этим храмом? Ну, там, это непростые, там, вот углы неровные. Там карнизы, идут пилястры, вот, выступающая часть. Все это надо немножко знать и даже уметь надо сделать. В храме использовано только арочное перекрытие. Стиль барокко, вот, с рассветом. То есть, свет попадает в окно и рассеется в помещение. Ну, как равномерно. Если у нас в домах, ну, панельных там или кирпичных, ну, прямые там, есть откосики небольшие. А тут свет заходит и плавненько рассеется. Приятно. Вот, глазу. Кирпич для колонн, возведенных на входе в храм, обрабатывался вручную. Эту трудоемкую технологию строители освоили самостоятельно. Староста наш придумал станок. Мы все это обтачиваем, вот, чтобы даже сделать колонны, чтобы положить один кирпич, его надо в руки взять 10-12 раз и положить еще вдобавок. Вот, сложная работа. Вот, с этими колоннами большая была проблемка, пока не сделали станок. И вот мы очень долго делали колонны. Тут я не лукавлю. Долго. Над строительством храма трудится 8 человек. Все они из Суземского района. Трое каменщиков, вот, и 4 человека, которые и сварка, и монтажники. В общем, все строители работают. Господь сводит людей как-то и по духу, так и по характеру. В общем, я лично хожу на этот храм с большим удовольствием. Третий храм, который в настоящее время возводится в Суземском районе, это храм архистратига Михаила в поселке Кокоревка. В 18 веке здесь стояла деревянная церковь. История нашего храма в поселке Кокоревка датирована еще 30 марта 1737 года. Это место очень значимое, намоленное. И уже в 1879 году у нас было очень здесь на этом месте хорошее здание габаритное. 29 на 16 метров. Было 23 больших окна и 4 маленьких. 6 колоколов было. И вот ее капитально отремонтировали. Даже в 1892 году были обновлены фрески даже в здание. Когда писала историю, старожилы нашего поселка рассказывали. Когда в 30-е годы закрылся наш храм старый, там сделали кладовку для зерна и начали белить стены. Вы понимаете, вот те рисунки проявлялись, никак не могли их закрасить. Очень много пришлось с трудом приложить, чтобы закрасить те фрески. В 1943 году храм был сожжен вместе с поселком отступавшими немцами. Православная община в Кокоревке возродилась в 1991-м. Раньше у нас здесь был клуб. Мы ходили, просили. Вся 20-ка, в которой мы были, мы ездили очень при очень много, чтобы нам дали это местечко, где бы нам возродить храм. 17 сентября 1992 года уже был освящен храм. И первым настоятелем храма был Георгий Сафронов, который прослужил до 2001 года. С 2001 года был Сергей Леонов. А уже с 2013 года назначен стоятель храма Николай Катеринкин, который служит по настоящее время. В Кокоревке сегодня проживают 2000 человек. И, конечно, для такого большого поселка был необходим современный красивый храм. Митрополит Брянский Севский Александр благословил создать новую каменную церковь вместо старой – деревянной. Восемь месяцев занимались только документацией, чтобы все оформить, потому что без оформления не давали разрешения на строительство. В 2017-м был освящен закладной камень, и в следующем году началось строительство. Стены храма мы, можно сказать, с Божьей помощью возвели очень быстро, за два с половиной месяца. В 2019-м году с кровли начали кровлю. Но кровля у нас, конечно, пошла очень туго. И где-то мы, считай, год делали только одну кровлю. Батюшка занялся деятельно подходить. Ну, чем могли, помогали, конечно. Не могу сказать, что бюджет поселка чем-то особо. Ну, спонсоров находили. Большей частью заходим спонсоров. И вот так вот. Хотелось бы быстрее, но получается, как есть. Ну, я думаю, тоже довольно неплохо, но хотелось бы еще быстрее. Храм высотой 14 метров уже стал украшением поселка. Сейчас в нем ведутся внутренние работы. Заливаем теплый пол, чтобы бабушкам нашим, как говорится, коленочки у них не мерзли. Еще много, потому что отделочные работы требуют финансовых затрат. Потихонечку двигаемся. Что вот, как говорится, пошли по поселочку, собрали, на это и делаем. Сейчас таких, как говорится, спонсоров у нас нет. Можете, будем надеяться, может, Господь и пошлет добрых людей. Новый храм возводится на историческом месте церковной территории прежнего храма. Старинная церковь находилась неподалеку. Вот именно вот здесь, где строился храм, находили это на престольные кресты два. Один обгорелый, но целый, а другой сгоревший наполовину. Когда фундамент копали и находили от колокола ухо. Храмы, как говорят священнослужители, важно строить прежде всего для новых поколений. Как говорится, поселок, это жил, будет храм, значит и поселок будет жить, а не будет храма и поселок. Без веры, как говорится, нельзя жить. На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч. Берегите себя и своих близких. Да хранит вас Господь. Дорогие телезрители, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова